И к другим темам. Прежде чем парковаться, смотри на знаки и разметку. В Люберцах соцзащита совместно с ГИБДД проводит акцию по проверке парковочных мест для инвалидов. Продлится она в течение месяца. Кто же и при каких обстоятельствах может занимать льготное место, напомнит Мария Кузьмичева. Первые впечатления от Люберец столичному жителю Николая сразу испортило знакомство с Люберецким ГИБДД. Причина задержки гостя проста. Не стоит парковаться в неположенных местах. У меня просто позвонили, когда забери машину, то есть я вот садил, забрал ключи и повернулся, чтобы забрать машину. Где машина? Родственника. Как утверждает нарушитель, машина находилась на стоянке для инвалидов не более 15 минут. Он категорически не согласен со штрафом и планирует обжаловать его в суде. Если водитель остановил или припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями, за это предусмотрена ответственность по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 12.19, часть 3, которая предусматривает административный штраф в размере 5000 рублей. Еще одна гостья в этот раз из Пензы оказалась в аналогичной ситуации. Оставив свой Hyundai на парковке для инвалидов и не успев зайти в торговый центр, она сразу же была задержана сотрудниками ГИБДД. Только за три месяца этого года в Люберцах за нарушение правил парковки задержали более 30 водителей. Большая часть из них – приезжие. В связи с ростом нарушений соцзащита совместно с ГИБДД проводит рейды под условным названием «Парковочные места для инвалидов». Месячник приурочен к празднованию в мае Дню защиты прав инвалидов. И, соответственно, вот этот месячник посвящен, чтобы парковочные места, которые предусмотрены для инвалидов, использовались по целевому назначению. На сегодняшний день не менее 10% парковочных мест для маломобильных групп населения выделяются у различных социальных учреждений. Право на бесплатную парковку имеют инвалиды первой и второй группы, а также перевозящие их лица и родители детей инвалидов. Кроме того, на таких машинах должен быть установлен соответствующий знак. Вот такую наклейку со знаком «Инвалид» можно приобрести в любом автомагазине. Но для того, чтобы припарковаться на льготном парковочном месте для инвалидов, этого мало. Необходимо также иметь справку, подтверждающую инвалидность. В ней должна быть указана группа и причина получения инвалидности. Кроме того, документы предоставляются сотрудникам ГИБДД только в подлинном виде. Месячник продлится до 4 мая. Проверки подлежат те парковки, в которых наблюдается большая проходимость автомашин. Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.